Бывшего председателя Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова арестовали и взяли под стражу. В ГКНБ подозревают Асанакунова в растрате денег. Обвиняют его по серьезной статье «Коррупция». Суд одобрил меру пресечения в его отношении арест в СИЗО. По фактам многочисленных нарушений на основании собранных материалов и результатов аудита счетной палаты, было возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Установлены коррупционный сговор бывшего председателя ФПК МА с должностными, физическими и иными неустановленными лицами, направленный на растрат уверенного имущества на сумму 5 миллионов 756 тысяч 700 сомов, а также и другие факты незаконных действий с объектами недвижимости и финансовыми ресурсами с целью личного обогащения. Более того, следствием было установлено, что имея цель избрания на пост председателя ФПК, они подделали необходимые записи в своей трудовой книжке, осознавая, что не отвечают требованиям для избрания на данный пост. Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 1 июня в отношении обвиняемого Мирбека Асанаконова избраны меры пересечения в виде заключения под стражу сроком до 25 июня 2022 года с содержанием СИЗО ГКНБ Кыргызской республики. Вместе с Мирбеком Асанаконовым в рамках этого дела задержали и его бывшего заместителя Венеру Майминдееву. Женщину уже задерживали в январе этого года по другому обвинению в мошенничестве. Ее даже заключили под стражу до 3 февраля. И тогда она заявила, что ее арестовали по заявлению, которое на нее написал никто иной, как Мирбек Асанаконов еще в 2019 году. Мошенничество с чем или в отношении чего не пояснялось. И вот накануне Первомайский суд снова отправил ее в СИЗО. Видимо, по тому делу ей изменили меру пресечения. Майминдеева была в свое время директором санатория Кыргызстан, а после гостиницы «Достук». Последние два года Федерации профсоюзов творился вот такой беспредел. Это кадры 4 января прошлого года. Таким образом, кабинет председателя делили Мирбек Асанаконов и Саген Бузгумбаев. Но этому предшествовали долгие скандалы и митинги с требованием убрать Асанаконова с посты главы ФПК. Отметим, что это не делается ни главой государства, ни кабминам, так как профсоюзы – это общественное объединение трудящихся, которое регулируется лишь внутренним уставом и решениями самих организаций, входящих в Федерацию. Именно такое заключение и дал Верховный суд, который умыл руки в разбирательствах по поводу отстранения или оставления напротив Асанаконова на должности. Мирбек Асанаконов стал председателем еще в 2017 году, а немногим спустя у него появились противники, которые потребовали отстранить его. Они заявили, что он не имеет права быть главой, так как никогда не работал в профсоюзных организациях, а все подписи в его трудовых подделаны. Асанаконов это опровергал и заявил, что это буча против него из-за нового закона по профсоюзам, который бы сделал эти объединения подотчетными федераций. Ну а профсоюзы не хотят прозрачности. Так и получилось, что профсоюзы раскололись на два лагеря, каждый из которых выбрал себе своего председателя. И началось это с 2020 года, когда было заявлено, что 5 февраля Совет Федерации на своем заседании отстранил от должности председателя организации Мирбека Асанаконова. 19 из 29 членов приняли такое решение. Асанаконов тогда заявил, что присутствовало лишь 14 и доверенности. Но так по уставу нельзя. После в декабре был проведен съезд делегатов профсоюзов и тогда случилось двоевластие. Сначала стало известно, что избрали Сагына Бузгумбаева, а потом представители Асанаконова заявили, что избрали Асанаконова. И все это снова вылилось в те самые драки у здания ФПК. Бузгумбаев заявил, что Асанаконов занял кабинет, окружил себя телохранителями и не освобождает помещение. Тогда говорилось, что пострадали 5 человек. Милиция находилась внутри здания, но ничего не предпринимала. Три месяца как федерацию возглавил Эмиль Кызаев. Совет безопасности проверял около года работы всей федерации. Изучал, анализировал. Кроме того, здесь в прошлом году счетная палата сделала около 8 месяцев. Проверяли, как мы организуем оздоровление трудящихся и как мы используем средства фонда оздоровления трудящихся. Я хотел бы сказать, что отдельные активисты, работники выдвинули мою кандидатуру. Ну, наряду со мной были и другие кандидаты. Асанаконов был? Асанаконов не был. Он не принял участия на этом сезоне. Уже себя не выдвигал? Уже не выдвигал. Ну, видимо, зная, что тут уже другая картина и вряд ли он сможет и быть избранным. Что это за деньги в 5 миллионов 700 тысяч, в расстрате которых обвиняет Асанаконова Кызаев, ответил, что не знает. И полагает, что следственные органы в дальнейшем представят дополнительную информацию. Комментировать работу предшественника считает неэтично. Активисты противники Асанаконова ранее выступали с подозрениями, что некоторые объекты организации на Иссыкуле намеренно ведут к банкротству. А после, предполагали активисты, их приватизация. Чтобы этого не случилось, они требовали сменить руководство. А вот сторонница Мирбека Асанаконова Дамира Дулаталиева говорит, что он, напротив, боролся с коррупцией. И говорить о том, что он съел какие-то 5 миллионов, я об этом даже не хочу комментировать. Следствие распредвило, следствие само покажет время. А Асанаконов наоборот пытался вывести из коррупционных схем, сделать наши санатории более прибыльными, неубыточными. Есть очень меркантильные интересы многих сотрудников, могу и членов совета, у которых совершенно инакое мнение. Поэтому дадим время. Сегодня у профсоюзов масса проблем, говорит Казаев. Впереди летний сезон, а санаторий, пансионаты, турбазы и лагеря в ужасном состоянии. У многих налоговые задолженности. Сейчас первостепенная задача наша инвентаризация всех наших объектов недвижимости. Посмотреть, насколько они эффективно пользуются, какие там у нас проблемы. И, видимо, пришло время, когда приглашать инвестиции, чтобы как-то возродить. Потому что за 30 лет они обещали. Сегодня большая проблема у нас, что за два года последние мы не получили средства в фонду оздоровления и трудящихся, потому что некому было давать здесь. Такие условия были, что руководство было нелегитимное. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы получим эти средства и направим их на оздоровление трудящихся. Под федерацией 20 отраслевых комитетов ЦК, 6 председателей облсовпрофов и, главное, 750 тысяч трудящихся. Федерация защищает их права и организует оздоровление сами граждан и их детей. Работники первичных организаций, учреждений, заводов, компаний, их тысячи, отчисляют от зарплаты в профсоюз 1%. Организации здравоохранения, образования и от Минфина вышли из-под федерации.